здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я Вика сегодня мы с вами разберем вот этот вот узор жаккар вот так он выглядит с изнанки образец связан из трех цветов вы же можете использовать все свои остатки допустим для вязания декоративных подушек пледов так далее вот то есть хорошим чем тем что можно использовать все остатки которых у нас как обычно я не знаю у меня я их подчищаю 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 они есть и есть много и много вот я больше чем уверена у вас такая же ситуация вот значит такой вот узор вяжется на самом деле очень просто число петель должно быть кратно четырем 11 12 13 14 я набираю 12 для узора для понимания узора и две петли кромочные так первые два ряда я просто провяжу лицевыми петлями чтобы сделать край эти ряды у нас узор не входят то есть два ряда я просто провязываю лицевыми петлями это подразумевается что здесь либо резинка либо начало какого-то вязания да вот и теперь мы начинаем делать сам узор я буду показывать на двух цветах вот потому что узор у нас состоит из четырех рядов вот здесь же в образце у меня использована три цвета вы же можете использовать 4 3 и 2 и 10 и 20 в общем тут уже как хотите вот но узор состоит из 4 рядов которые мы чередуем и так 3 лицевые петли одну петлю снимаем нить за работой 3 лицевые петлю снимаем четвертую нить за работой 3 лицевые петлю снимаем нить за работой и последняя тут либо последняя либо и так далее в ряду как бы далее второй ряд ту петлю которую мы снимали здесь ее хорошо видно вы ее не спутаете потому что она контрастного цвета поэтому здесь в этом узоре это очень удобно снимаем ее нить перед петлей и 3 лицевые опять же не изнаночные а 3 лицевые у нас везде фигурируют лицевые петли никаких изнаночных все из лицевых опять снимаем эту петлю 3 лицевые видите как удобно вы всегда будете знать что вам снимать что вам провязывать последняя кромочная далее третий ряд мы берем нить другого цвета и теперь нам нужно важно расположить эти снятые петли в шахматном порядке если в начале у нас было три лицевые то теперь у нас одна лицевая следующую петлю снимаем нить за работой далее 3 лицевые и средняя из них вот это вот этого другого цвета 3 лицевые одну снимаем нить за работой 3 лицевые одну снимаем нить за работой и 2 лицевые и кромочная четвертый последний ряд узора первую петлю снимаем то же самое 2 лицевые то есть мы все петли провязываем лицевыми а те которые у нас выделены другим цветом и просто снимаем в лицевом ряду нить за работой изнаночном ряду снимаем нить перед работой все четыре ряда далее мы берем либо третий цвет либо 2 какой как как хотим все и начинаем с первого ряда узора 3 лицевые 1 снимаем 3 лицевые все у нас пошло то же самое что и в первом ряду все девчонки вот двухцветным он получится тоже очень красивым ну а чем больше цветов тем красивее по итогу получается все девчонки на сегодня все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока